Владислав Поваров – молодой врач и аспирант. Ему удалось придумать, как улучшить лечение пациентов с нарушением ритма сердца. Ведь им устанавливают искусственные водители ритма – электрокардиостимуляторы. В Рязанской области ежегодно проводят около 400 подобных операций. После них бывают осложнения. Это осложнения, связанные с развитием тромбов в венах и возможной угрозой развития тромбоэмболии легочной артерии. Это жизнеугрожающее состояние. На самом деле, вот эта тема у этой категории пациентов, она освещена достаточно слабо в связи с тем, что у них основное заболевание очень тяжелое, и им требуется операция, имплантация кардиостимулятора. И вот найти ту грань между пользой и риском всегда достаточно сложно. При этом тромбы в венах находят менее чем в 3% случаев. Болезнь протекает практически без симптомов, поэтому диагностировать ее крайне сложно. Как это сделать, придумал Владислав Поваров. Очень редко, кстати, используем анализ на уровне так называемого додимера в крови, который показывает склонность пациента к тромбообразованию. То есть, если данный показатель соответствует высокому какому-либо уровню, то у пациентов после имплантации кардиостимулятора очень высокий риск возникновения тромботических осложнений. За данными пациентами назначают более строгий контроль, а также проводят дополнительные анализы. Изучать эту тему Владислав начал более трех лет назад. Первые результаты появились через полтора года. Их сразу внедрили в рязанском кардиодиспансере. Сейчас тромбы в венах находят у 10% пациентов. Исследования аспиранта поддержали и на всероссийском уровне. Владислав выиграл грант в 1 миллион 200 тысяч рублей. Средства должны помочь ему подготовиться к защите диссертации. Грант рассчитан на два года. Это второй-третий год аспирантуры. Еще год дается на защиту. Большую часть денег сейчас мы потратим еще на приобретение дополнительного оборудования, дополнительных реактивов, чтобы что-то сделать еще больше, чем мы планировали в рамках диссертационного исследования. Стоит отметить, что на всероссийский грант было подано несколько тысяч заявок. Владислав – единственный рязанец, который его поучил. В ближайшее время молодому человеку предстоит наметить новые вектора в научной работе, чтобы определить факторы риска и сопутствующие заболевания, которые могут привести к осложнениям.